Здравствуйте! На телеканале Беларусь 4, школа жизни. Переходный возраст, время непростое не только для родителей, но и для самих детей. Что же происходит в это трудное время? Почему мы всегда обеспокоены этим периодом в жизни наших детей? Давайте разбираться вместе. Подростковый возраст, он как фильм в ускоренной съемке. Каждый день вы будете видеть перед собой своего ребенка в новом исполнении. Подростковый период, период неоднозначный, период изменений и как к любым изменениям, к ним нужно адаптироваться. Адаптироваться взрослым и адаптироваться детям. Дайте себе на это время и присмотритесь повнимательнее. Человек, который растет, каждый день для вас будет новым. Подростковый возраст важен тем, что именно в это время определяется во многом будущая судьба человека. Человек начинает думать как взрослый, когда становится подростком. На этой почве часто возникают у нас проблемы в общении. Ребенок перестает быть маленьким, примеряя на себя ощущение быть взрослым. Многие родители боятся этого переходного возраста, считая, что проблем не избежать. Так что же такое переходный возраст? Наверное, возраст гиперкризиса. Тот, кто еще до этого был маленьким и не самостоятельным, начинает пытаться быть взрослым, еще им, конечно, не являясь. Эти дети как бы подвешены между небом и землей. Они подвешены между прошлым и будущим. У них сложные очень взаимоотношения со временем, например, потому что он себя прошлого помнит совсем другого. Он был маленьким. А в своем будущем он план еще строить не очень может. Он не знает, каким он будет там. Поэтому все его время спрессовано в одном дне. Он живет одним днем. И не по глупости, наверное, а просто потому, что он не знает себя потом. Он пробует схватить все сейчас. Я бы добавила, что это трудный возраст для всей семьи. Очень часто какие-то подростковые реакции – это результат видения родителей. Родители сегодня к своему чаду относятся как к ребенку. Тут он уже такой большого размера, он уже взрослый. Здесь ты взрослый, ты вынеси мусор. Здесь ты не имеешь права сказать, ты еще ребенок. Нет, вот ты в состоянии поухаживать за собой, ты взрослый. Нет, мы не учитываем твое мнение. Здесь решают родители. Это такие двойные стандарты. Двойные стандарты, в том числе у родителей. И дитек, которое еще себя не может очистить в пространстве, как сказала Оля правильно, понимает, что и родители не видят его места. И родители еще не определились. И это ухудшает ситуацию, углубляет ее, делает ярче, но и взрывоопаснее. Переход из детства во взрослую жизнь. Ребенок интеллектуально уже рассуждает абсолютно так, как и взрослый человек может дать себе оценку всем своим поступкам. Но тот статус, то, что он юридически, экономически еще зависим от взрослых. И получается, собственно, на этой почве конфликт из-за того, что я себя осознаю уже как человек, сформировавшийся, взрослый. И мне уже хочется и то, и другое, и третье. Но мне это нельзя, потому что я еще все-таки не взрослый, а ребенок. Вообще, конечно, мы подростковый период определяем. С 12 лет до 18, до возрастления. Все понятно, в 12 лет это начинается ранний предподростковый возраст, когда начинаются изменения. Ну, а уже с 15 лет истинный подростковый возраст. И, конечно, когда отмечается 18-летие, все считают, что человек стал взрослым. Это не так. Во многих странах возрастная детская норма до 21 года, а Всемирная организация здравоохранения вовсю рекомендует продлить детство до 24 лет. Мир изменился. Мир изменился, будем говорить, обтекаемо, ну, примерно до 21 года. Ребенок взрослеет, развивается. Это все происходит естественно, без проблем. Каждая ситуация по-разному. Поэтому сказать, что на всех этапах взросления у родителей возникают проблемы с детьми, так сказать тоже нельзя. Конечно. Это интересный период. Это интересный период, когда ребенок раскрывается как личность. Проявляются все его яркие качества. Это родители очень часто в этот период получают удовольствия от общения с ребенком, с подрастающим ребенком. Не всегда это действительно запрограммированные сложности. Но я вернусь, почему так долго? Продолжительность жизни увеличилась. Увеличилась продолжительность жизни. И, соответственно, каждый период ее увеличился. Это все закономерно. В чем же отличие переходного возраста от других значимых возрастов в жизни человека? Здесь значительный скачок роста. Ребенок очень меняется визуально. Это заметно всем. Родным, близким, соседям. Эти изменения растет организм, растут органы. Все это происходит не очень равномерно. Требует дополнительных затрат. Даже меняется такая банальность, как центр тяжести меняется. Ребенок из такого ловкого, подвижного вдруг превращается в неумеху. И углы ловит. И, как говорят у нас, не сграбный. Раптом не сграбный. И все ему тяжело. И это тоже. Я вчера это умел нормально. Сегодня у меня не получается. Что-то со мной случилось. Наверное, я заболел. Может, это вообще все фатально. И тут, опять-таки, вернусь к своим словам, все зависит от окружения. Кто-то скажет, сынок или доченька, ты растешь, ты изменился. Завтра, раз ты привыкнешь к своему телу, все станет легче. А кто-то скажет, куда смотришь? Зачем растяпа там разлил воду? Зачем? Выпочкал пол. И вот, и вот. И ненужную вину повесил на ребенка. Ребенок меняется в гормональном плане. То есть, бывают подростки даже говорят, я как со стороны на себя смотрю. Я не хочу себя так вести. Но у меня не получается так, как я хочу. Я почему-то там больше кричу, больше плачу. Гормоны не позволяют еще нужный контроль. Не поддаются нужному контролю. Они привыкнут. Они привыкнут. Они будут уметь себя контролировать. И все пойдет хорошо. Будет ли поддержка у ребенка в этот период? Будет ли понимание? Ведь это тоже важно. В этот период дети очень устают. И все знают, что подростки очень много спят. Но при этом тенденции общества нужно их нагрузить. И, как правило, не физически, а интеллектуально. Музыкальная школа, шахматы, пять репетиторов. И нет подвижности. Нет куда выплеснуть энергию. Это тоже накладывает свои именно физические отпечатки. Это влияет на физиологию. В этом возрасте дети все-таки начинают как-то замечать себя. Начинают разбираться в себе. Пытаются себя уже как-то показать в этой жизни. Кто они на самом деле. Что вот я юноша, я девушка. Опять-таки замечают эти различия между собой. Начинают интересоваться друг другом. Человек начинает узнавать себя. Есть много чего неожиданного. Есть какие-то открытия. То, чего, конечно же, не было раньше. Возможно, для взрослых сложности это приносит. Потому что, конечно, у нас куча хлопот. И есть часть обязанностей, которые у нас поставлены на поток. Доведены до автоматизма. И когда начинают меняться маленькие человечки, уже перестают быть этим маленьким. Нам нужно пересматривать модели воспитания. Известно, что практически каждый шестой подросток в Беларуси испытывает проблемы с лишним весом. Почему возникает эта проблема и как ее избежать? У меня, наверное, однотипные ответы на все вопросы родителей. Культура питания, она закладывается с рождения. Если ребенку, постоянно начиная с введения прикорма, в каждый прием пищи предлагают несколько видов овощей. Когда-то это сработает, он начнет, ребенок, есть овощи. Он будет пробовать и морковь, и брокколи, и горошек, брюкву, тыкву. Ведь овощей много. Но если спросить среднестатистического школьника-подростка, какие овощи он ест, это будет картофель. И два вида – жареный и пюре. Родителям так проще. Ой, он у меня ест только это. И все. И по накатанной колее готовятся одни и те же блюда. Есть возрастные периоды, когда дети очень предпочитают мучное. Ой, ну а макароны отварить – это так быстро. И все. Мой ребенок ест только это. И у нас 7 дней в неделю, 3 раза в день – макароны дома. Поэтому кто закладывает культуру питания? Родители. Родители. Соответственно, у ребенка нет потребности в овощах. Он не знает, что такое рыба. К этому надо привыкнуть. К этому надо научить. Все идет из семьи. А тут происходит гормональный сбой. Меняется обмен веществ. Просто идет то, с чем организм раньше справлялся, теперь перестает справляться. У детей откладываются лишние килограммы. Выглядит это ужасно, безусловно. И беда еще в том, что родители не видят в этом проблемы. Да, ребенка сводили к врачу. Да, послушали, послушали. Еще сказали, вы знаете, он так стал плохо переносить физическую нагрузку. Да, ему все дали дополнительное освобождение от физкультуры. И все. Порочный круг замкнулся. Это потакание каким-то пагубным привычкам. Это нежелание перестроиться самим. Ведь если бы перестроилась вся семья, подростку никуда бы не оставалось деться. Ну, если есть раз, допустим, я скажу условно, на ужин капуста, не хочешь, вари себе макароны. Ну, раз он сварит, ну, два сварит. А третий раз попробует капусту. А четвертый раз подумает и скажет, ладно, потом когда-нибудь сварю, сейчас капусту. А там смотришь, и заменили макароны капустой. Ну, нет, все идет из семьи. Сейчас очень тяжело с физическим развитием детей. Очень тяжело. Мне есть с чем сравнивать, потому что я долго работаю учительной физкультурой. И когда я принимаю детей в пятом классе, и из всей параллели, допустим, из 30 мальчиков только два или три человека могут подтянуться больше одного раза, но это в принципе уже ситуация никуда не годится. Заставить мы на физкультуре не можем, потому что ребенку опять-таки предоставляют выбор или подтягивайся, или отжимайся, что тебе, или виси на согнутых руках. В итоге вот эта вот ситуация, когда не зазорно уже к пятому классу иметь какую-то определенную степень ожирения, взять тут же подготовительную группу, еще вести более неподвижный, гиподинамичный образ жизни, родители как бы считают, что это да. И раз врач сказал, приковал к скамейке, значит, это приковал к скамейке. Ну, в этой ситуации надо менять. Наоборот, я видел абсолютно другие случаи, когда дети с повышенным весом, когда начинают все-таки задумываться о том, что вот уже есть противоположный пол, мне как-то нужно, ему нравится. Я видел, как эти тучные мальчики превращались в нормальных, крепких людей. Такие примеры есть. Да, вот это вот то, что ребенок отрывается от заботливой матери, наконец-то начинает замечать себя, где-то в физическом плане подстегивает детей заниматься собой, бегать по утрам кроссы, как-то работать над своим телом. Причем без разницы, это мальчики или девочки. Так что должны родители делать? То есть они не должны брать справки у врача о том, что ребенок не может заниматься, что у него там подготовительная еще какая-нибудь группа. И наоборот, должны поощрять двигательную активность. Минимум купить его пикет, записать в бассейн, проводить выходные опять-таки активно на свежем воздухе, ходить там в походы. Больше гонять во дворе в футбол, в конце концов, я не знаю. Купить баскетбольный мяч и бросать в кольцо, это все доступно. У нас в каждом дворе в городе это есть, на каждой площадке. Если не дворовой, то на школьной. Можно прийти и заниматься, и перестраивать опять-таки культуру своего питания, режим дня, и всячески поощрять то, чтобы ребенок не сидел, как говорится, за компьютером, либо постоянно в уроках, а все-таки выходил во двор и общался со сверстниками. Потому что будет играть во дворе со сверстниками, он будет пропускать очередной подход к холодильнику, и будет становиться здоровее. Родитель даст ребенку понимание того, чем заполнить время. Он даст представление о том, что можно сделать, вместо того, чтобы едой заполнять вакуум положительных эмоций. Плюс родитель даст ему контакт с собой. Это уже даст ребенку гораздо более безопасное состояние, безопасное взросление, и ему не нужно будет лишнюю тревожность заедать. По статистике, средний возраст, в котором наши девушки начинают вести половую жизнь, это 15,5-16 лет. Ну, а парни вступают во взрослую жизнь на полгода раньше. Это общий европейский показатель, утверждают медики. Получается, что все здесь в порядке, или тоже есть поводы для беспокойства? Ранний половой дебют – это не благо для общества, потому что тело созрело, может быть, интеллект еще не дотянул, и ответственность еще не сформировалась. Везде есть какие-то особенности, нюансы, но вообще это очень тяжело. Ребенок – это требует личность, требует ресурса огромного от ответственного взрослого. А тут ответственный взрослый и еще сам ребенок. Это тяжело для мамы, тяжело для семьи и очень тяжело, так скажем, для последующего. Девочки без ресурсов вступают в большую жизнь. Такая проблема ранней половой жизни существует и касается она в том числе и Гомельской области. Об этом говорит количество детей, рожденных несовершеннолетними матерями в 2017 году, составляет 169 детей. И 47 случаев прерывания беременности несовершеннолетних. Эта цифра приблизительно держится уже на протяжении нескольких лет. Проблема существует – заболевания, венерические заболевания. Дети заражаются. Я веду статистику дальше. Проходит время, и эти девочки, родившие в 16-17 лет, может быть, даже с тем же мужем, рожают второго, третьего ребенка. Но, к сожалению, благополучие в этих семьях редко поселяется. Я не скажу, что это все неблагополучные семьи. Нет, так нельзя сказать. Но, скажем так, мотивация, достаток, послушные дети, ухоженные дети – это не всегда бывает. Потому что у семьи нет ресурса. Нет ресурса. Его нет куда черпать. У мамы нет образования. У мамы нет представления о мире. Она может ребенка своего любить, по-своему любить. Но любовь бывает такая, что она иногда ограничивает дитя. Ограничивает его кругозор, ограничивает его возможности. Это не очень хорошо для общества. Эти дети не должны прерывать беременность, конечно, когда она наступила. Но мы бы хотели, чтобы эти беременности наступали позже. Что толкает их на раннее вступление в половые отношения? Иногда это бегство во взрослую жизнь. Родители иногда по привычке, как для маленьких, начинают их чем-то запугивать. А вот тут надо уже чуть-чуть приостанавливаться и менять свой лексикон, менять подход. Потому что они уже начинают перепрыгивать через все наши такие вот запугивания очень хорошим способом. Я наблюдаю давно за тем, как в культуре нашей, в массовой культуре подается секс. Чаще всего в фильмах что мы видим? Если это мелодрама, красивая и романтическая. В течение часа фильма пара успевает проскочить период знакомства, налаживание отношений, определение «мой это партнер», «не мой это партнер» за пять минут. И что самое счастливое в конце – это когда они объединились. Эта иллюзия существует в песнях, в кино, в книжках. И есть у них ощущение, что любовь, самый пик, самое хорошее, что может быть между двумя людьми – это там. Упускается очень важная часть – это отношения, это взаимные интересы. Они вообще не знают, чем еще это может быть наполнено. Плюс еще масс-медиа лишила детей представления о том, какие между людьми существуют отношения в промежутке между дружбой и уже тесными партнерскими взаимоотношениями. Большинство детей не понимает, что есть просто симпатия. Есть человек, который тебе симпатичен, есть привязанность, есть дружба. А уже начитавшись книжек, начитавшись, насмотревшись фильмов, так хочется это ощутить. Вот, это, наверное, оно. Вот очень же хочется этого сладкого попробовать. А раньше времени они пытаются подумать, что вот та симпатия, дружба, привязанность, те интересы взаимные – это вот та, она, она, все, можно. И рванули. Как нам, взрослым, которые понимают, что это не есть те отношения, которые будут длиться всю жизнь, как нам, взрослым, понимая, что не нужна ранняя половая жизнь нашим детям, как нам противостоять этому? Нужно просвещать, да, чтобы это все, если вдруг случится, чтобы было прежде всего безопасно и не имело тяжелых последствий. Если это принесут эти знания ребенку родители, значит, они будут уверены, что знания вложены правильные, в полном объеме, с теми терминами, которые они допускают, и с тем объемом, который родители считают нужным. Было поручено Управлению образования провести анкетирование, и было проведено анкетирование среди 15 тысяч учащихся средних школ и учреждений профессионально-технического образования. И в ходе такого исследования в том числе был задан вопрос, откуда вы получаете знания о половых отношениях. Конечно же, большинство наших подростков ответило, что знания они черпают из интернета. И поэтому, как мы видим, что если родители и педагоги говорить об этом не будут, этот информационный вакуум заполнит интернет. А что дети найдут в интернете, какую информацию и как они потом используют, мы не всегда сможем последить. У молодых людей есть иллюзия, что вот этот секс – это какая-то очень жутко приятная сладкая вещь в любом случае. Они еще не знают, что их тело, особенно у девушек, далеко не всегда готово, чтобы это удовольствие получить. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, согласно статье 168, за вступление в половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Лицо, достигшее 18-летнего возраста, несет уголовную ответственность. И вот если такие случаи выявляются, то потом должны быть готовы половые партнеры к тому, что они понесут уголовную ответственность. А по части второй нам предусмотрена ответственность в виде лишения свободы. Поэтому об этом должны тоже помнить. Существуют ли у нас в Гомельской области центры помощи подросткам и их родителям? Куда обращаться родителям, если у них возникли вопросы? Помогут разобраться в проблемах, подберут специалиста, составят программу, анонимную, неанонимную, все будет зависеть от ситуации. И помогут есть куда обратиться, главное обращаться. Кроме того, в каждой детской поликлинике есть штатные психологи, к ним тоже можно обратиться. Для того, чтобы понимать подростка, нужно встать на его сторону, встать с ним на одну ступеньку и общаться, как взрослый, со взрослым. Подростковый период – период неоднозначный, период изменений, и как к любым изменениям, к ним нужно адаптироваться. Адаптироваться взрослым и адаптироваться детям. Дайте себе на это время и присмотритесь повнимательнее. Человек, который растет, каждый день для вас будет новым. Уважаемые родители, любите своих детей, цените своих детей. И помните, что они нуждаются в вашей любви, особенно тогда, когда они меньше всего ее заслуживают. Уважаемые родители, когда у вас появляется ребенок, это ваш шанс стать лучше. А когда ваш ребенок вступает в подростковый период, это ваш последний шанс стать лучше. Только вы можете стать ему позитивным и надежным примером. Если вы будете правильно питаться, активно заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни, вы будете самой лучшей, самой надежной опорой подростку в такой непростой жизненный период. Действительно, однажды наступает момент, когда наши милые дети превращаются в несговорчивых, вспыльчивых и обидчивых. Уважаемые родители, помните, им и самим трудно приспособиться к себе новым. Сегодня мы обсудили, почему так происходит и дали советы, как это легче пережить. Учитесь и дальше вместе со Школой жизни на телеканале Беларусь4. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова